Привет! Это видеоальбом художника Тимг. Сегодня я покажу вам, что наснимала в Санкт-Петербурге. Город встретил нас лучезарной улыбкой. Второй раз мы попадаем просто на удивительно хорошую погоду, даже слишком. Иногда был очень мелкий дождик, но я даже не считаю, что это плохая погода. Вот тут были тучки, но при этом очень жарко, душно, и в этот день у меня сгорела спина. Это был наш первый день в Петербурге. Мы пошли на кладбище. Неожиданно для меня родители тоже пошли со мной, не пустили меня одну. Мы пришли пораньше, и народу было совсем немного. Что хочу сказать. Некрополь 18 века просто потрясающий. Не описать словами, как я была рада находиться там. Красивейшие надгробия, плиты, саркофаги, кресты. Всё это очень сильно впечатляет. Колонны. Какие-то склепики маленькие или усыпальницы. В этом не разбираюсь в вопросе. Я просто наслаждалась. Ещё там дальше будут жуткие плакальщицы. Мой мозг просто отказывался принимать их за камень. Казалось, что они или что-то живое, или нарисованы, и как в игре сейчас начнут двигаться. Такие разные, загадочные для меня формы вот этих памятников. Я никого там не искала. Нам дали такие карточки, где кто захоронен. Но вот я просто гуляла и всё рассматривала, открыв рот. Такой факт, что там реально есть захоронение. Там лежат тела известных и давно забытых людей. Другое название, если я правильно поняла, — Лазаревское. Видно, что за кладбищем ухаживают. Нигде мусоринки не лежит. Всё строго по билетикам. Вход был, кстати, недорогой. Там, я не помню, 150 рублей. Я бы снова сюда пришла. Вот. Тут вот такой указатель. Вот тоже необычный треугольник. А, вот сейчас, по-моему, будет плакальщицы. Да, вот она. Мне вот показалось, она самая жуткая. Тут довольно-таки тесноватенько. Вот такие тропиночки маленькие есть. И иногда вот каменные вот такие тропинки. Мне очень нравилось по ним ходить. Поэтому я часто снимала свои ноги. Потому что очень приятно ходить по такому камню. Вот такие. Там и камень, и плиты, как я поняла, всё вместе. А сейчас я предлагаю вам пройтись немного в тишине. Вот это необычное сооружение. Видите, колонны какие-то, портретные какие-то штуки. А, черепки тут забавные. Мирно спящий солдатик. Вот такие необычные тоже памятники. Вот я сейчас обернусь, и там будет как кораблик. Очень советую побывать здесь. Вроде тут также есть экскурсии. Но вот я об этом сразу не подумала. Поэтому я, если в следующий раз соберусь, обязательно возьму экскурсию. И потом снова буду бродить просто так. Вы, кстати, можете заметить, как сильно менялась погода. То было серо-серо, то небо очень голубое. Я сняла тут один шорт с нано. И сделала пару фотографий на полароид. Но так как картриджи теперь очень дорого стоят, даже на 10 кадров, поэтому я сделала всего два. А, нет, я сделала больше. Просто они не получились, потому что я не могла определить погоду. Типа то темно, то светло. Какой режим ставить. От этого много зависело. И один кадр, по-моему, у меня несколько кадров пришлось выкинуть, потому что они прям были тёмные-тёмные. И, конечно, я просто делала фотографии. Но видео у меня на самом деле охватывает больше, чем вот я фотографировала. Какая-то суровая девочка. И мы перемещаемся на второе. Второй некрополь. Мастеров искусств. Что-то как-то записала себе непонятно. Или Тихвинское кладбище. Оно больше похоже на парк. Если в первом так вот тесноватенько, то тут полный такой простор. Аккуратно выстрижены кустарники. Вот эти тропиночки аккуратные, широкие. Даже есть фонтан. Как будто вовсе находишься не на кладбище. Тут больше, наверное, портретных памятников. Вот так, скульптуры. Какие-то яркие мозаики. Есть памятники, которые выбиваются, так скажем, из общей картины. Вот я буду показывать, ходить. Тут я провела меньше времени. Быстренько так оббежала. Все. Классные львы. Необычные. Такие ушки у них забавные. Вот он мне меньше понравился. Я что-то отбежала, чуть-чуть посидела на скамеечках. А вот на втором кладбище я тоже сняла видео для шорт с нано. Тут мне понравились памятники. На которых была цветная мозаика. Вот. Тут есть памятник, похожий на подстаканник. Вот сейчас я его покажу. О, подстаканник. Ну, вот если рассмотреть его там. Это витраж. Ну, короче, стеклянные вставки голубого и желтого цвета. Впечатляют, конечно. Это какой-то писатель, как я понимаю. У Черкасова очень красивый памятник. Такой утонченный. Тут тоже красиво по-своему. Но вот меня вообще не впечатлило. Или это сыграла моя уже какая-то усталость. Было очень жарко, душно. И при этом я вижу, что родители устали уже. Они как бы уже всё посмотрели. И мне надо торопиться. И вот в таком состоянии я уже такая... Всё. Может из-за этого. Тут также есть такой вот крест необычный белый. Он похож для меня на пряник. Ну, вот как вот сложилось всё. Подстаканник и пряник. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Также тут памятник Чайковскому Такой тоже очень красивый, большой А это памятник Достоевскому Тоже там сидело очень много бабушек Именно вот рядом с ним Не знаю, с чем это связано Это такой жуткий дядька Не знаю, кто это, что это Но вот прям Жутко смотрелся Так, затем мы пошли куда-то прямо От двух некрополей Там какой-то храм Что-то такое Там тоже кладбище было Там я тоже совсем немного походила Природа тут взяла вверх Захватила это кладбище На могилках Трава, цветы, ягоды Видели мои кружево на юбке Они безумно красивые, но жутко за все цепляются Так вот история Иду я, сделала пару фото Что-то вот кажется, что юбка задралась И вот это чувство меня не отпускает Я вроде поправляла, но вот что-то не так И, в общем, я разворачиваю ее И обнаруживаю огромную ветку Которая как в сетях запуталась в моей юбке И, конечно, никто мне об этом не сказал И сколько я так ходила Вопрос После меня, наверное, можно было семена сеять Город просто удивительный Необычные формы окон И круглые, многоугольные какие-то полукруглые На любой вкус цвет Ажурные вот эти решетки с листиками, лапками Львы из камня Много львов нарисованных Очень много котов по городу Для меня это удивительно Так как у меня в родном городе В основном только собаки Красиво это все просто невероятно Однако, если приглядеться Все такое немножко уставшее И вот-вот рассыпется В Петербург, я думаю, приятно приехать в гости И уехать Это лично мое такое мнение, впечатление Кстати, не знаю, правда или нет Мне вот сказали просто, что Грубо называть город Питер Что мне кажется очень странным Вот, интересно, почему это грубо Вот, напишите в комментариях И заранее извините, если я снова забудусь И скажу Питер Мы были в музее военно-морском Меня он очень впечатлил Особенно понравился тот зал, что я снимаю Мне вообще нравится морская тематика Музей артиллерии У моего братика был день рождения Как раз вот он очень хотел туда попасть Мы там увидели двух недовольных просто котиков И они потом запрятались в танке Внутри, кстати, очень просторно Высочные вот эти потолки Много, безумно много экспонатов Сходите Кто этим увлекается и любит Будет интересно Как-то вот по-особенному почувствовала себя у Невы По набережной я бы очень хотела погулять с мужем Тут так хорошо просто ходить и гулять Даже вот от видео я ощущаю вот эту прохладу Вот это спокойствие Это вот шум воды очень успокаивает Вместо Петергофа Мы, в принципе, там уже были И мы решились на водную прогулку Ни капли не пожалели Приятный голос был у диктора Было очень жарко Но мы вот как могли убегали там от солнышка Поэтому хорошо Посмотрите, как низко-низко мосты Вот Поэтому некоторые пути, по-моему, отменились Потому что, как это сказать Высокий уровень воды был в этот день Я в этот день была в прекрасной просто мягкой кофте Цвета слоновой кости И на меня чуть не нагадила птица Вот только я ее одела Только выхожу из дома Недалеко отошли Но благо птица промахнулась Вот этот выстрел пришелся на мой полароид К чему это? Пишите в комментариях Вот мы проплываем тут По-моему, Академия художеств где-то рядом Нет, по-моему, это не она По-моему, вот если я сейчас поверну камеру Это будет, наверное, кунсткамера Камеру поверну Все, заговариваюсь Да, это кунсткамера Сейчас проплываем А Академия Как ее называют? Академия художеств или нет? Не помню В общем Вот, наверное, она И там сидят сфинксы Как они до сих пор там Не развалились Удивительно Какие-то бешеные деньги, по-моему, за них отдали Когда-то давно Ну вот Красиво смотрится Ничего не скажешь Спасибо Петру, так сказать О, это мы проплываем Аврору Если я не ошибаюсь Очередь туда была просто огромной И мы даже не стали стоять Потому что не вижу смысла стоять 3 часа на жаре Чтобы еще и не попасть, так скажем Поэтому не хочу тратить время Не люблю популярные места на самом деле Только из-за того, что там очень-очень много людей И как бы, ну Я просто потеряю время Ну, если тем более Я представляю себе одно А на деле там что-то Что-то совсем другое То как бы я потом еще и разочаруюсь Как это было в принципе Из-за музея воды Мы пришли туда Там в основном все для деток Вот Ну, то есть Мне как бы было абсолютно неинтересно Там просто экспонаты, так скажем Как это сказать Ну вот, посмотрите, девочка с зонтиком Потому что в Питере много дождей Ну, как бы Ну и к следующему экспонату А вы знаете, что там вода Еще что-то Так, все-все Я заговорилась Это мы уже Ой, на удельной Барахолке Много-много тоже всего Ну, как-то вот Меня не впечатлило Честно Наверное, нужно знать места Знать людей И вот то, что я искала Я почему-то была уверена Что я найду Ну, я как бы обошла все И вот Ушла ни с чем А нет, вору Ушла вот с одной открыточкой Там было много открыток Много фотографий Очень красивых, старых Причем по доступным ценам Я считаю Вот Вот такую открыточку приобрела Я искала браслеты красивые Китайские Но, к сожалению, не нашла И так разстроилась Зашла первый Попавшийся секонд Взяла вот этот браслетик Понравилось, что там внутри Как будто ткань И он такой огромный Красивый В Питере много интересного Недели очень мало Чтобы пройти все-все Так что Петербург Жди меня снова Я хочу в Дом кино Посетить Бурлиск-шоу Хочу в китайский ресторан Хочу памятник Гоголю увидеть Все мимо как-то пробегало И вот так не остановилось Спасибо вам за просмотр Подписывайтесь Ставьте лайк И до встречи